В ходе эволюции мы с вами адаптировались не только к новой среде, экологической среде, но и также к новой социальной среде. Среди биологов на сегодня бытует интересная концепция о том, что развитие нервной системы шло параллельно с развитием и было под сильным влиянием развития социальной системы, социального окружения человека. На данном графике мы видим соотношение объема коры и размера групп в разных группах обезьян. Мы видим корреляцию между объемом коры головного мозга и их средним размером группы. На вершине этого графика мы видим человека. То есть развитие и эволюция нашего мозга, скажем, объема коры, пропорционально величине группы. Если мы исследуем с вами наших предков и попробуем прогнозировать по объему их черепной коробки размер средней группы, то от австралопитеков в правом нижнем углу мы уйдем к человеку. Мы можем предсказать, какой же средний размер группы человека. И мы предскажем примерно 150 человек, что является средним размером диригм. В этом смысле размер мозга человека в ходе эволюции коррелирует с нашими социальными связями. То есть разорвать социальное влияние, влияние биологическое очень сложно. Возможно, наш мозг адаптирован не просто к свету, падающему сверху, как мы говорили в прошлой лекции, но и к тому окружению социальному, в котором мы живем. Я пытаюсь про это проиллюстрировать. Мы с вами говорили об этой картинке, о том, что мы можем объяснить ее нашей средой. Мы интерпретируем верхний рисунок как некое углубление, нижний рисунок как некий холм из-за того, что наша система адаптирована к окружающей среде, где солнце сверху, свет падает сверху. Также мы адаптированы ко многим социальным стимулам. Кто-нибудь видит что-нибудь странное в этой картинке? Никаких вопросов? Никаких сомнений? Она неправильная. Она не такая, не объемная, у нее нудрость. Вот, среди нас есть совершенно гениальный человек, который заметил вещь, если мы повернем немножечко это изображение, мы увидим, что оно было не выпуклое, а впуклое. Почему? Может быть, многие из вас какую-то почувствовали странность, но они могли формализировать ее. Почему мы не видели впуклого лица? Потому что никогда мы не видели в своей жизни, не встречаясь лица, которое было бы вдавлено в поверхность. Да, оно всегда выступает. Наш мозг настроен и адаптирован к лицам, которые выступают из поверхности. Не, 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 имеется в виду самое первое. Да, создается иллюзия, что оно выпуклое, наверное, мы чувствуем какую-то странность, но есть это иллюзия. Почему? Мозг никогда не сталкивался с впуклыми лицами. Наш мозг адаптирован к каким социальным стимулам, как лицо. Да, это один из основных каналов общения друг с другом, лицо, социальное общение. В данном случае я приведу вам еще один курьезный рисунок. Видите ли вы что-нибудь странное в этом лице? Да, ничего странного. Мы надеемся. Но сейчас я изменю некоторые его части. Что-нибудь странное в этом лице вы видите? Челка вниз нестандартная. Еще что? Что? Глаза перевернуты. Через секунду вы это поймете, я переверну изображение. В этом видео это менее заметно. Наш мозг еще раз адаптирован к определенной форме лица. Мы не видим страшные деформации, которые есть на лице, потому что наш мозг предвзято анализирует эту социальную информацию. Лицо, канал, социальная информация. Еще раз, да, это классическое исследование, как было показано на лице Маргарит Тетчер, что наш мозг предвзят к социальной информации. Мы адаптированы к лицам окружающих нас. И это не единственный пример, но очень яркий пример нашей адаптации к лицам. Мы знаем, что существует такая болезнь, как просопогнозия. Если будет разрушен определенный участок мозга, мы перестаем видеть лица. Мы видим все, что угодно, все предметы, но мы не видим лиц. Это очень странный феномен. Представить себя достаточно сложно. Если вы найдете в интернете, вы найдете сайты тех людей, которые страдают этим заболеванием. У этих людей разрушена так называемая фаза форма гирос. Это область, отвечающая за анализ лиц. Если она разрушена, люди перестают видеть лица. Поищите в интернете, и вы найдете очень интересные сайты, где люди пытаются объяснить, а что же они видят. На таком сайте одна из таких женщин объясняет, что она видит вместо супруга. Слева фотография ее мужа, справа то, что она видит. Эти люди не могут интегрировать части лица в нечто целое. Они вполне нормально видят окружающие предметы, но не видят лица. Как же она? Это другой вопрос. У этих людей проблемы с узнаванием близких. Они часто узнают по прическе, например, или по одежде, по поведению, по запаху, по чему угодно. Когда они мультики смотрят с нарисованными? С мультиками у некоторых из этих больных есть какие-то приемы. Они могут видеть глаза отдельно, лица. Они пытаются как-то отыгревать. Они смотрят немножко в сторону. Какие-то есть такие приемы, которые вдруг помогают им что-то такое увидят. Это очень странный пример. Но на мультиках они тоже не будут видеть лица. Да, они будут все видеть, но эти лица будут видеть странным образом какие-то непонятные странные паттерны. Еще раз, я хотел привлечь ваше внимание к тому, что мы не просто адаптированы как хвосты рыб к воде. Мы не просто, наше тело адаптировано к жизни на суше. Наш интеллект, устройство нашего мозга адаптировано к социуму, к социальному окружению. Это просто яркий пример. Человеческий, а морда. Вот сейчас сложно мне сказать, да, что происходит с мордами. Я не помню. Хороший вопрос. Не помню. Да, все нормально. Они могут даже по отдельности часто воспринимать глаз или нос. Они не определяют это в целом. Если вы посмотрите, найдете в интернете ролики, они как бы иногда фокусируют как по отдельности, по каким-то частям тела, но они не объединяются. Они не узнают лица никогда. Это очень интересный феномен. На лице есть не только там, скажем, лицо само по себе. В лице есть эмоциональная экспрессия. Она тоже, вероятно, закодирована в нашем мозге. Помните того испытуемого, у которого разрушена миндальна в мозге? Он не был способен узнавать, скажем, эмоцию страха. Наш мозг адаптирован к эмоциональной экспрессии. Мы настроены на определенные социальные стимулы. И неудивительно, что обезьяны, например, тоже обладают эмоциональной экспрессией. Их мозг также генетически настроен на декодирование экспрессии. Более того, есть другие факторы, которые мы, видимо, генетически декодированы. Размер тела. Я не знаю, насколько правдива эта иллюстрация. Да, но она великолепна. Эта сова видит сову, которая поменьше ее, начинает пугать ее, увеличивая, соответственно, размер своего тела. Вот она видит небольшую сову, и она браво пугает ее. Что происходит с этой совой, когда она видит сову покрепче и позлее, чем она? Она старательно уменьшает размер своего тела. Это врожденная реакция, когда мы реагируем на некий социальный статус, связанный с размером тела. У нас с вами вы найдете абсолютно то же самое. Если вы подчиненный в парарахии человек, вы как можно уменьшите размер своего тела, чтобы изобразить свое подчинение. Если вы не живете в Туркменистане, а живете в Москве, вы можете подчеркнуть свой статус, размер на свой автомобиль. Что примерно то же самое. Мы имеем врожденные, некие социальные сигналы, означающие вас социальный статус, и, вероятно, они врожденные, зашиты на уровне нашего мозга. То же самое с более сложными ритуалами, что особенно удивительно. Вы увидите политиков, стоящих на параде, или политиков, получающих цветы. Почему они это делают? Если мы задумываемся с вами, мы обнаружим точно такие же ритуалы у индейцев, известных своими жутко агрессивным поведением, у племени Яномами. Это же дезумно агрессивные индейцы. Когда они проявляются у соседей, их начало визита обозначается появлением хорошо вооруженного воина и ребенка с цветами. Воин означает, что мы сильны, ребенок означает, мы чувствуем сегодня себя настроенными мирно, не бойтесь нас. Абсолютно такие же ритуалы вы найдете в так называемых цивилизованных странах. Парады, девушки с цветами. Возможно, даже такие комплексные ритуалы зашиты на уровне генетики, на уровне адаптации нашего мозга. Но мы с вами в целом подчеркиваем сегодня, что решение принимается не одним мозгом индивидуума, а в взаимоотношении нескольких нервных систем. Для социальных психологов, присутствующих здесь, для экономистов, это небольшая новость. Я не эробиолог, я до сих пор не могу спокойно смотреть на классические социальные эксперименты Милгрэма. Они каждый раз вызывают у меня восхищение. Для нейробиологов, которые, возможно, не знают о них, я напомню, что в ситуации Милгрэма вас, как наивного студента, пригласили бы поучаствовать в эксперименте и предложили бы вам наказать другого испытуемого в случае, если он допускает ошибку. Вы сидели бы в комнате вместе с ученым, обозначенным здесь буквой Е, вы под буквой С должны были наказать другого испытуемого А в случае, если он неправильно отвечал на вопрос. Но по заданию с каждым следующим ошибочным ответом вы должны были увеличивать ток, которым вы наказываете испытуемого. То есть от нуля до 450 вольт. И до последних максимального уровня тока, обозначенного тремя иксами. Что бы вы делали, если бы вас просили увеличить и увеличить наказание испытуемого? Что бы вы делали, если бы после 240 вольт тот испытуемый в соседней комнате, к которому прикреплены электроны, начал кричать, плакать и просить остановиться? Когда бы вы остановились? В какой момент? Задумаемся. Для социальных психологов ответ очевиден. Для нас, нейробиологов, вопрос не ясен. Интересно, что когда опрашивали и психиатров, и студентов, простых людей, на данном случае это распределение ответов, когда, по их мнению, люди остановятся и перестанут стимулировать, когда они перестанут слушаться ученого, говорящего им, повышайте наказание, повышайте наказание. Большинство говорят, что люди никогда не перейдут за 240 вольт. Исследования Милгрэма показали, что большинство переходит 450 вольт и фактически убивают испытуемого. Когда мы видим с вами, что происходит реально в лаборатории, я прошу прощения за французский язык этого клипа, мы видим, как оригинально это происходило в оригинале у Милгрэма. Мы видим, как испытуемого вводят в соседнюю комнату, как к нему присоединяют электроды. И мы с вами должны будем наказывать его за каждый ошибочный ответ. Да, вот этот аппарат, вы должны каждый раз, когда человек ошибается, повышать и повышать и повышать наказание. Вы видите, что максимум это где-то там за 450 вольт с пометкой опасно. Как только вы начнете переходить 240 вольт, испытуемый в соседней комнате начнет кричать. Вы видите, как присоединяются электроды. Все реалистично, все за правду. На самом деле, конечно, испытуемый подсадной, он будет изображать, что ему больно. Вот это вы. Вы задаете вопрос, получаете неправильный ответ. Стимулируете ток. 150 вольт. 1,2,3,5. Продолжение следует... вы слышите крик он кричит воспитывание ему вольно вы слышите преподавать я принимаю ответственность стимулируйте окей он нажимает на кнопку и фактически убивает человека если бы это был настоящий эксперимент большинство из нас убьет человека в этой ситуации когда нам прикажут кто-то одетый в белый халат убить его можно отказаться в этом успеет практически никто не отказывался да это показывает в оригинальных если вы посмотрите на оригинальные исследования до их было очень много посмотрите сейчас на результаты данном случае большинство вот эксперимент в 1 до до несколько человек отказалась но увидите большинство согласится женщины чаще отказ вы можете создать ситуации когда люди начнут отказываться но факт в том половина это 40 процентов большинство многих ситуацию убьет другого вопрос мой сегодня в том кто принимает решение наш мозг или некая система нервных систем вместе часто не мы принимаем решение кто-то за нас мы объясняли что вы должны повышать до на обучение нет они объясняли что это мы изучаем обучение да и вы должны принимаете участие в обучении вы должны каждый раз наказывать человека за ошибку ну во первых до эксперимента вы наверно не очень понимаете что происходит да я не слышал по крайне что люди отказывают эксперимента социальные психологи просто поправьте меня да кто-то отказывался во время эксперимента но чему мы удивляемся если мы знаем с вами в нашей стране убиты миллионы людей до миллионы людей и случаев отказа в убийстве в расстреле где-нибудь в подвале здесь рядом на лубянке мы знаем единицы чему мы с вами удивляемся вопрос в том что мы с вами принимаем часто решение не сами а под влиянием социальных обстоятельств да да останетесь продолжать сюда нет не так нет и сейчас нет данном случае я может быть это неправильно интерпретировано может быть я неправильно вырослась идея проиллюстрирована в этом клипе была именно в том что человек начинал отказываться до сидящий рядом исследователь в белом халате говорил я принимаю решение я беру ответственность на себя стимулируйте это не меняет ситуацию до чек убил его по инструкции другого человека то же самое наши с вами предки делали в подвалах и кгб они уголь не сами сами придумают приговор они шли и расстреливали по приговору считаю что абсолютно нормально чудовищное решение на нормального человека спокойно делались количество людей которые дошли до украине да видите недавно кстати было на во франции шоу тебя шоу который использовал это сам сам все работало вопрос не в этом скажем я действительно лично например изучаете процессы я может предвзято к этому отношусь мне интересно как осуществляется на при социальное влияние именно в таких ситуациях на наше решение как люди модулируют принятие решения нами на случай я пытался просто проиллюстрировать что мы нейробиологи часто не учитываем роль силу социального окружения интересно да может быть учет день и замечательно очень хороших них гениальная книга на секундочку на секундочку привез сюда я просто боюсь что мы и так не графиком и так что я хотел сказать наше решение влияя по 2 проводится под влиянием решения других людей помните я вам говорил об этой лимбической системе его или в системе эмоциональной системе в мозге как ни странно и эти же области вовлечены наше социальное взаимодействие если мы посмотрим на те области мозга которые согласно нашим исследованиям нейробиологическим вовлечены в социальное взаимодействие мы увидим орбита фронтальную кору мы видим с вами миндаль на который мы встречали инсулярную кору инсулу которые мы уже видели с вами мы добавим сюда наверное nucleus accumbens я такой проиллюстрирую на следующем слайде те же самые эмоциональные структуры отвечает за социальное взаимодействие если мы с вами взглянем на nucleus accumbens есть очень элегантное исследование показывающее что восприятие нами вознаграждение ожидаемой полезности модулируется социальным контекстом перед вами очень простая задача испытуемый считал количество точек на экране да сколько вопрос был такой видите ли вы больше чем 24 точки на экране или меньше человек выбирал данном случае меньше он получал некое вознаграждение например 120 евро за правильный ответ при этом он знал что параллельно ту же самую задачу выполняет другой испытуемый ему сообщалось сколько заработал другой человек посмотрим с вами что происходит в прилежащем ядре nucleus accumbens когда вы получаете 120 долларов и так когда вы получаете крупную сумму слева мы видим активацию прилежащего ядра которую мы с вами знаем да рационально разумно эта область отвечает за вознаграждение что происходит если мы получаем с вами 60 евро а другой человек в это же время получает 0 евро мы видим активацию этого ядра что происходит если мы получаем 60 евро и в другой человек получаешься видим к значительно меньшую активацию это социальное сравнение мы с вами знаем если вдруг на ваш друг приходит вам и рассказывает о своих чудовищных успехов вдруг чувствуете какие-то какой-то меньше уверенность своих да вы сравните себя с другими это социальное сравнение отражается и на уровне прилежащего ядра уже здесь то есть мы можем сказать что то самое ядро которое оценивает ожидаемую полезность но также например находится под влиянием неких социальной информации стального сравнения помните от мы говорили с вами о теории принятия решения принятие решения формальной точки зрения исследуется с помощью этих матриц принятия решения как мы с вами обсуждали у вас есть альтернативное решение слева взять зонтик или нельзя зонтик у вас есть два фактора не зависящие от вас пойдет дождь или не пойдет дождь в самой матрице каждой ячейки вы видите субъективную полезность становившего результата то есть данном случае если вы взяли зонтик и пошел дождь вы достаточно довольны субъективная полезность 15 если вы например не взяли до зонтик и не пошла не пошел дождь вы еще более вероятно довольны потому что вы не только не тащите в руках никакого тяжелого предмета но еще остались сухим то есть формальная теория принятия решения имеет дело с такими матрицами ваше решение независимые от вас обстоятельства результаты вашего действия если мы решим с вами изучать взаимодействие двух игроков до двух социальных агентов мы заменим с вами в данном случае природу на какого-нибудь мальчика который любит поливать вас из водяного пистолета когда вы выходите своего дома данном случае вы будете решать берете вы с собой зонтик или не берете зонтик и получит такую же матрицу в которой вы добавите субъективную полезность второго социального игрока этот мальчик может быть особенно рад когда вы не взяли зонтик и он у вас палил и разочарован когда вы взяли зонтик он палилась безрезультатно мы имеем дело и когда мы изучаем игры взаимоотношения двух социальных агентов с такими же матрицами только где указана не только ваша субъективная полезность или одного игрока но и субъективная ожидаемая полезность обоих игроков формально мы можем изучать с вами это взаимодействие социальных агентов с помощью теории игры теории игр и в при изучении игр игра является некой моделью в котором два игрока взаимодействуют друг с другом используя определенные правила да вы все с вами играли в или многие из нас играли в простую какую-то игру бумага ножницы камень который есть набор игроков вы и ваши друзья есть правила и есть поступки вы можете выбрать один из трех символов в этом смысле теории игр пытается моделировать или иные социальные ситуации с помощью определенных игр в каждой такой игре наличие существует набор никаких поступков мы еще вернемся к этому графику на такая матрица принятия решений слева видите игрока а справа игрока б мы вернемся к этой игре в одном случае вы можете кооперировать друг с другом альтернативное решение это обмануть другого человека в каждой ячейке вы увидите субъективную полезность скажем для игрока того или иного решения так представляется с точки зрения теории игр социальное взаимодействие двух игроков так мы можем с вами формально исследовать принципы законы взаимодействия социального взаимодействия принятия решения двух игроков взаимодействующих друг другу и так с точки зрения теории игр мы с вами должны просто из этой матрицы выбрать наиболее лучшее решение с максимально ожидаемой полезностью помним с вами этот правило максимизации субъективной полезности я лично не вижу большой разницы логика такая же мы в этой матрице событий выбираем то поведение в вашем взаимодействии с другими людьми которые приносят вам максимальную выгоду максимально субъективной полезность еще раз теории игр имеет дело с некими гипотетическими моделями социального взаимодействия в виде игр есть набор игроков есть определенный набор действий игроков и известные предпочтения игроков к тем или иным результатам действия классическая задача теории игр используемые в нейроэкономике это называемая дилемма заключенного она моделирует очень многие социальные процессы представьте себе двух заключенных предположим их поймали и посадили в тюрьму точнее в предварительное заключение у следователя достаточно доказатель чтобы присудить в небольшой срок но он может договориться с одним из заключенных кто донесет на второго тогда его освободят второй же из заключенные получит большой срок перед вами некая дилемма в каком-то смысле моральная дилемма донести на своего партнера и освободиться либо не донести тогда вы вместе получите три месяца тюрьмы каждый из испытуемых в этой ситуации стоит перед этой дилеммы каждый из них может придать своего коллегу или не придать перед нами возникает некая матрица интересная матрица решения она может быть формализована в терминах игры вас есть два игрока но их возможное действие игроков это обмануть либо молчать у вас есть предпочтение игроков для игрока выгоднее всего придать и при этом если его партнер не придаст потому что и он тогда освободиться а его партнер останется сидеть менее выгодно если оба игрока сохраняет молчат тогда оба получает по там насколько я помню пять месяц сколько меньше срок если оба предают они получают три месяца тюрьмы если вы молчите а ваш партнер передает вас вы угождаете в тюрьму там на 20 лет есть существует четкое предпочтение у каждого партнера причем они сходны в этой игре у обоих партнеров мы можем попытаться формально изучить как же в этой ситуации люди взаимодействуют друг с другом можете представить эту игру в виде этой матрицы и так если игрок слева доносит на игрока на генри а тот не доносит этот игрок освобождается генри получает 20 лет если оба молчат они оба получают по три месяца если игрок дэйв молчит а второй из испытуемый доносит на него он получает 20 лет если оба доносит друг на друга они получают по 5 лет есть такое формальное представление социальные дилеммы социальные задачи социальные решения мы можем мы с вами попробуем через несколько слайдов использовать это в нейроэкономическом исследовании то есть проиллюстрировать это может быть более понятной ситуации представьте что вы сдаете свою комнату вы передаете ключи другому человеку получаете за него взамен ключей деньги за эту комнату вас та же самая за дилемму заключенную если вы кооперируете и передаете деньги чеку который снимает вашу комнату вы зарабатываете 250 долларов да скажем за эту сданную комнату если вы обманываете и и даете из этого этому человеку неправильные ключи забираете все деньги на самом деле зарабатываете 500 долларов что вы можете сдать эту квартиру еще раз если он обманывает вас если вы даете ему ключи а он в ответ дает вам фальшивые доллары вы теряете потенциальные 250 долларов наконец если оба обманывают друг другу вы даете ему фальшивые ключи и фальшивые доллары это ничего не теряет это принципе ситуация тех же самых заключенных моделирующих всевозможные социальные дилеммы что важно для нас с точки зрения математики существует в этой задаче некое оптимальное решение называется она наш эквилибриум мы не будем сдаваться вдаваться в подробности в математику этого процесса кто-то интересуется самим нашим можете пересмотреть еще раз фильм beautiful mind это этом самом математике который получил нобелевскую премию за свои исследования он предложил некое решение этой дилемме на рациональное решение говоря неформальным языком существует единственная в этой задаче ситуация когда при условии что ваш партнер 2 принимает такое же решение для вас не существует в лучшие или лучшие альтернативы точнее для обоих игроков при условии что партнер принимает это решение не существует лучшего варианта попытаюсь объяснить его вы сами можете поиграть с этим дома скажем ваш игрок принимает второй игрок принимает решение обмануть для вас решение тоже обмануть является оптимальным точнее наш эквилибриум потому что если вы примете решение кооперировать вы потеряете 250 долларов то же самое можно сказать для игрока 2 если вы решили обмануть то для него единственно правильным решением будет тоже обмануть потому что если он решит кооперировать вам он потеряет 250 долларов и это единственная ячейка в этой матрице которая обладает этим свойством если сверите все эти ячейки обнаружите что в этой игре единственно оптимальным решением при единственный если вы играете в эту игру один раз это обмануть и это в этом смысле парадокс потому что это матрица объясняет описывает множество социальных ситуаций в принципе если мы моделируем наши взаимоотношения друг с другом нашу экономику наши финансовые отношения с точки зрения вот этой дилеммы заключенных рационально обманывать нерациональный кооперировать с математической точки зрения нейроэкономика может чуть-чуть нам поможет понять а почему же мы все-таки начинаем к верю и такой ситуации что заставляет нас кооперировать друг другу еще роберт аксель рот подметил до что эта модель дилеммы заключенных не оставляет пространство для операции возникает загадка с точки или математической логики мы не должны кооперировать такой ситуации операция возникает тогда когда мы повторяем взаимодействие если мы множество раз кооперируем с тем же самым человеком появляется возможности с математической точки зрения прийти к некому договора кооперации получить в принципе большую прибыль возникает если мы начинаем повторно взаимодействовать и вообще говоря с математической точки зрения если мы начинаем наказывать того человека за некой оперативность в этой ситуации возникает пространство для кооперации можете просто почитать роберт аксель рот великолепной статьи в science по поводу признанных дилеммы и самого парадокса возникновения кооперации для нас важно с вами да что если игра играется один раз это теорема заключенных оптимально для людей обмануть друг друга математической точки зрения а так если игра повторяется несколько раз возникает друг пространство для кооперации мы можем посмотреть а как же это пространство возникает откуда кооперация возникает на уровне мозга еще раз та самая дилемма заключенного она была использована в нейроэкономическом исследовании вы видите двух испытуемых игрока а и б них это самые матрицы они могут кооперировать они могут обманывать друг друга принципе с математической точки зрения выгоднее этим ребятам было бы обмануть мы попробуем просканировать мозг что происходит с мозгом в этот момент тот момент когда испытуемые кооперирует друг другом и результат кооперации анонсируется да потому что каждый принимает решение их их решение публикуется в конце каждой игры тот момент когда люди анонсирует что они кооперировали мы видим активацию орбита фронтальной коры и прилежащего ядра мы видим некую положительную ценность того что человек кооперирует более что название более важно это активность наибольшая тогда когда и второй игрок кооперирует вместе с нами вот этот левый контраст показывает что эти активации наибольшие тогда когда на нашу кооперацию нам отвечают кооперации более того правый график показывает нам вероятность кооперации в следующих играх увеличивается зависимости от отвеличены реакция этих областей мозга чем более они активны это больше предсказывает кооперацию в следующих следующих раундах игры более того когда вы принимаете свое решение вы решаете кооперировать то активность в этих областях больше если в предыдущем раунде с вами кооперировали еще раз решение кооперировать и не обманывать друг друга на данном случае связано с модуляцией активности пролежащего ядра который отвечает реагирует на кооперацию других людей отсюда как бы запускается процесс кооперации в группе смысле неких выводов из этого исследования мы можем сделать заключение что взаимная кооперация ассоциируется с активации этих самых зон отвечающих за субъективную ценность их активация в ответ на кооперацию других людей предсказывает нашу кооперацию следующих раундов что происходит если наша кооперацию наших операция встречает обман со стороны нашего партнера что происходит на уровне мозга перед нами активации в ответ на не отвеченную кооперацию когда в ответ на нашу кооперацию нас обманывают мы видим что активируется инсулярная кора помните эту кору которая активировалась признан в игре в ультиматум когда нам давали несправедливую сумму денег да мы видим здесь тоже активацию на уровне суверной коры тоже что в ответ на справедливость данном случае в ответ на то что человек не стал кооперировать с нами более того если мы посмотрим более подробно что происходит на уровне мозга мы увидим что наша ответная некая операция будет предсказана вот взаимодействия этой самой сукина коре орбит афронтальной коры чем больше она влияет на афронтальную кору тем больше вероятности того что мы тоже не будем кооперировать следующем раунде игры то есть данность и кооперации возникает как такая игра мы кооперируем в ответ на нашу кооперацию копирует наш партнер он активирует эти центры субъективные оценки полезности это это активация предсказывает нашу кооперацию следующих возникает такой каскад взаимного подкрепления что ли кооперации и так в целом можно сказать что если чек нарушает кооперацию в ответ на предложенную кооперацию мы видим активацию этих негативных областей эмоциональных инсулярной коры и связь данном случае этой инсулярной коры с орбитофронтальной коры предсказывает и нашу ответную некой оперативность последующих игр в нейроэкономики используется множество разных игр для моделирования тех или иных ситуаций мы с вами уже говорили о том что вот используя игра ультиматум когда вы разделяете сумму справедливо несправедливо мы сейчас говорили с вами о заключенных и существуют различные игры моделирующих всевозможную историю сегодня мы сконцентрируемся более-менее на дилемме заключенного и на некоторых вариациях этой дилеммы еще раз мы говорили о том что принятие решения осуществляется на самых разных уровнях и экономика пытается связать генетический уровень с нейроном а уровень нейронов мозга сообщества взаимодействия нескольких нейронных сетей я приведу маленький пример того как на наш на наше решение социальных неких дилемм влияет например гормоны еще более низкий уровень биологический на уровень доверия во взаимодействия с другими людьми влияет гормон окситоцин этот гормон известен в биологии тем что он особенно выделяется прямо скажем момент образования пар момент ухаживания родителей за потомством он принципе вызывает про социальное позитивное поведение настоящее время мы можем с вами просто ввести этот гормон с помощью спрея испытуем этим можем повлиять на стратегии его поведения социального взаимодействия в данном случае окситоцин повлияет на наш степень нашего доверия часто мы доверяем наши деньги собственно это мы можем промоделировать с помощью нейроэкономики классическая ситуация мы доверяем этому финансовому институту вкладываем деньги требуется определенное доверие чтобы их отдать и получить некую прибыль это было в принципе промоделировано в одном из нейроэкономических исследований с помощью так называемой игры в доверие в этой ситуации вы можете доверить другому испытуемому любую сумму от 0 до 12 долларов получаете 12 долларов начале исследования можете оставить деньги себе а можете инвестировать деньги в другого человека да и вы инвестируете переходите следующий этап игры тот человек которому вы инвестировали 4 доллара в ответ от из исследователя эта сумма увеличивается до 24 долларов и человек которому вы доверили может принять решение вернуть вам любую сумму может вообще ничего не вернуть может вернуть половину если он поступит справедливо если вы доверяете другому испытуемому 8 долларов эта сумма увеличивается до 36 долларов если вы привлекаете ему все деньги не увеличивается до 48 долларов в этом смысле вы можете увеличить возможное вознаграждение на том случае если деньги вам вернутся такая модель в общем инвестирование модель социального доверия при финансовом финансовых вложений что происходит если испытуемому в помощью спрея впрыснуть окситоцин нос посмотрим вами распределение это суммы который человек инвестировал в во второго испытуем мы видим что драматически увеличивается количество ситуации когда человек отдает все деньги инвестируйте деньги среди 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 черная это соответственно данном случае чистота относительная чистота отдачи 12 долларов в доверительное управление второму игроку до после обработки гормона черная это обработка гормонами простите да абсолютно правы белая это контрольный эксперимент с нормальным испытуем среднем до величина вложения увеличилась при обработке гормонами до 10 долларов с средних 8 долларов увидим с вами что просто на молекулярном уровне можем моделировать моделировать уровень доверия при финансовых инвестициях мы не будем говорить с вами об этом подробно сегодня да но нейроэкономика огромный интерес существует гормональному модулированию молекулярному моделированию принятия решений социального взаимодействия по различных финансовых задач сегодня мы с вами поговорим напоследок о еще одном механизме социального взаимодействия очень популярна сегодня не один так называемых зеркальных нейронов потому что когда мы взаимодействуем с другими людьми мы должны понимать их их переживания их цели один из возможных нейробиологических механизмов нашего понимания работы понимание целей других людей скажем когда мы вкладываем в них деньги или когда мы просто занимаемся кооперацией является возможная внутренняя симуляция точнее имитация их переживаний можем понимать их через внутреннюю имитацию я попытаюсь вам объяснить на примере некоторых нейробиологических исследований мир мир нюранс зеркальные нейроны это нейроны которые внутри нашей нервной системы имитируют переживания наших партнеров то есть мы как бы переживаем и имитируем внутри их переживания через это понимаем их их цели я просто пытаюсь проиллюстрировать это на оригинальных первых исследованиях рецалатти который изучал как обезьяны точнее их нейроны в определенных областях реагирует когда обезьяна брала что-то с поверхности и когда обезьяны видела как кто-то брал тот же предмет с поверхности нейроны абсолютно одинаково реагировали вот в этой области фронтальной области коры и когда обезьяна сама брала этот объект или когда она видела что кто-то брал этот объект более того эти нейроны четко кодировали целенаправленная как бы цели наблюдаемого движения если обезьяна видела что человек брал предмет эти нейроны разряжались если она видела то же движение но без цели не было самого предмета эти нейроны не были активны более того если цель закрывалась на обезьяна знала что цель там находится а эти нейроны реагировали если в той же самой ситуации на визе она знала что никакого предмета там нет эти нейроны не гиганты эти нейроны кодирует цель, интенцию, то, к чему стремится ваш партнер. Более того, эти нейроны также активируются, идентичны, когда сама обезьяна делает то же самое. То есть возникла идея о том, что мы интерпретируем поступки других через внутреннюю имитацию тех же самых поступков. Это вот идея Mirror Neurons. Вероятно, цели других людей мы интерпретируем через внутреннюю имитацию на уровне наших нейронов. Эта область у человека располагается примерно там же, где находится область, отвечающая за моторику речи, так называемая область брака. Мы можем посмотреть, а как человек интерпретирует некие движения осмысленные с помощью f-marine-сканера. В данном исследовании испытуемым предъявлялись некие движения губ, связанные с речью человека, клипы, либо движения губ обезьяны, либо движения пасти собаки. Если мы посмотрим, как же активируются Mirror Neurons, эти зеркальные нейроны, мы увидим, что эти нейроны максимально вот здесь находятся. Активированы, когда мы видим некие осмысленные движения лица человека. Они гораздо меньше активированы, когда мы видим движения обезьяны. Они практически не активированы, когда мы видим движения пасти собаки. В данном случае именно интерпретация через имитацию того, кого мы можем понять внутренне. То есть возможность нейроны, попытка понять другого человека через внутреннюю имитацию его поведения. Этот же механизм был предложен на более сложных социальных задачах. Возможно, мы понимаем переживания другого человека, страдания другого человека через внутреннюю имитацию. И очень влиятельная серия исследований нейроэкономистов была посвящена именно попытке сопереживания. Исследованию сопереживания. А еще Адам Смит сказал, что для нас, наверное, наиболее простой задачей – это понять факт, что кто-то страдает. Нейроэкономисты предлагают свою интерпретацию, что страдание, сострадание возникает именно из внутренней симуляции страдания другого человека. Симуляция и эмуляция воспроизведения страдания другого человека. Посмотрим с вами на активацию той самой инсулярной коры. Мы увидим, что эта кора разным цветом, здесь обозначена ее активация желтым светом, тогда, когда испытуемые сами испытывали чувство отвращения желтым цветом, это место, которое активируется, когда испытуемые сами переживали отвращение. А, соответственно, нет, извините, да, зеленым, совершенно правильно, это области, которые активировались, когда испытуемые видели, что кто-то другой переживает отвращение. Мы видим, что эти области перекрываются. Когда мы видим, что кто-то испытывает отвращение, мы активируем те же самые области, что мы сами активируем при испытании обращения. То есть это такой мирозеркальный механизм, мы сопереживаем этим людям. Для нас гораздо более интересно другое нейроэкономическое исследование, которое как раз изучало эту островковую инсулярную кору в ситуациях сопереживания в таких социальных играх. Таня Зингер, очень влиятельный нейроэкономист, провела элегантное исследование, в каком-то смысле напоминавшее исследование Милгрэма. Она приглашала пары на нейроэкономическое исследование и клала девушек в сканер, а их партнеров усаживала рядом. И иногда прикладывала некий электрический разряд к руке девушки, лежащей в сканере, иногда электрический разряд к партнеру, сидящему рядом. Что ей было интересно? Ей было интересно узнать, активируются ли те же самые области мозга, когда вы сами испытываете боль, или когда боль испытывает ваш партнер, человек, к которому вы привязаны. Что произошло в этой ситуации? Я просто пропущу эти два слайда и покажу результат. Следующая картинка обозначает активации, которые были одинаково активны, и когда человек сам испытывал боль, и когда боль испытывал его партнер, близкий человек. Мы видим с вами активацию инсулярной коры, о которой мы с вами говорили, разрез здесь мозга где-то на этом уровне, и также цингулярной коры. Мы видим некие те же самые активации, когда человек испытывал сам боль, и когда он видит, что его близкий человек испытывает боль. Дальше больше. Таня Зингер попыталась исследовать, а что мы думаем, и что мы переживаем, когда мы видим человека, который обманывал нас в предыдущей коммуникации, в коммуникации, и он испытывает боль. На уровне мозга испытываем мы то же самое сопереживание человеку, который обманывал наше доверие. Для этого она также помещала испытуемых в сканер, но перед этим они играли в ту самую игру на доверие, в инвестирование. Они инвестировали какие-то деньги в другого человека. В некоторых ситуациях их доверие нарушалось, обманывалось. В некоторых ситуациях их партнеры, наоборот, кооперировали и возвращали суммы денег. Гипотеза Танни Зингер заключалась в том, что люди, которых обманывали, они не будут испытывать того же самого сопереживания к тем мерзавцам, которые их обманули в ходе игры. Что произошло на уровне… Еще раз, вот эта самая игра, вы игрок номер один, вы после этого идете в сканер, вы доверяете деньги второму игроку, он может вас обмануть, не обмануть и вернуть хорошую порцию сумм денег, или обмануть, забрать тебе всю сумму. Что произойдет, если вы увидите этого обманщика, в той ситуации, когда его наказывают электрическим током. Если вы просто спросите людей, в данном случае это просто психологические оценки. Розовым цветом обозначено, насколько честным женщины считали поведение людей, которые вели себя честно, то есть розовым цветом или пурпурным цветом тех, кто обманывали их. Мы видим, что да, женщины считали поведение людей, которых обманывали бесчестным, тех, кто кооперировал честным. То же самое можно сказать о мужчинах, голубой и синий цвет, не считали тех, кто их обманывал бесчестными, тех, кто кооперировал честными людьми. Им не нравились те люди, которые их обманывали обоим полом. Они не любили их, они считали их непривлекательными. Нам не нравится, когда нас обманывают. А что происходило на уровне мозга? Давайте посмотрим эту самую инсулярную кору. У женщин, когда наказывался в дальнейшем, в ходе эксперимента электрическим током, игрок, который кооперировал, играл честно, мы видим сильную активность инсулярной коры. Красная, обозначенная красная. Когда наказывался бесчестный игрок, мы видим сниженную активность инсулярной коры. То есть этот эмпатический ответ, он снижен. У мужчин эта разница еще больше. Когда наказывался бесчестный игрок, когда честный игрок, инсулярная кора была активна. Когда бесчестный игрок, нарушавший наше доверие, она вообще не реагировала. Дальше больше. Если мы посмотрим, что происходит на уровне того самого прилежащего ядра. Что происходит с ним, когда наказывается этот самый бесчестный игрок? У женщин, прилежащая игра, ответственная за субъективную полезность, подавлена. Уходит в некий минус, то у мужчин мы видим некий позитивный, сильный ответ. Такой радости, когда наказывается бесчестный игрок, нарушивший наше доверие. Еще более интересный факт, связанный с тем, что когда вы спрашиваете испытуемых, мужчины выражают гораздо большее желание наказать этого мерзавца, который обманул их в ходе игры. Вы видите, это степень желания отомстить больше у мужчин. И у мужчин мы наблюдаем интересную корреляцию. Это корреляция активности того самого прилежащего ядра и желание отомстить. Тем больше удовольствия они получают от вида страданий этого мерзавца, который обманул наше доверие, тем больше их желания отомстить. То есть, в данном случае, видимо, нарушение неких норм кооперации. Человек, которому вы инвестировали деньги, который нас обманывает, опять же модулирует тем или иначе, тем или иначе, эту самую область прилежащего ядра, что вызывает некое желание наказать этого мерзавца, который нарушает эти нормы. В сумме мы можем прорезюмировать исследование Тани Сингер, потому что да, мы, вероятно, понимаем некие переживания других людей через внутреннюю имитацию их. И мы можем найти у мужчин и у женщин этот эмпатический ответ на уровне мозга. Если мы видим страдание испытуемого, которое нарушало наше доверие в ходе неких экономических взаимодействий, этот эмпатический, сопереживательный ответ уменьшается значительно. Более того, мужчины испытывают удовольствие от вида наказания тем людям, которые обманули наше доверие. Эта активность удовольствия в приезжающем ядре предсказывает желание мстить. В целом, можем сделать вывод, что кооперация между людьми так или иначе возможно обеспечивается активностью того самого прилежащего ядра и орбита фронтальной коры. И некая позитивная реакция этих структур на кооперацию вызывает кооперацию в следующих раундах игры. И вызывает этот каскад возникновения кооперации между игроками. Возможно, некоторые формы социального взаимодействия основываются на этой системе зеркального некого отражения, внутренней имитации переживаний другого человека. И, может быть, мы на основе исследований Тани Сингер можем сказать, что нарушение неких норм, в частности, при финансовых взаимоотношениях, нарушает этот механизм внутренней эмпатии к игроку, подавляет его, объясняет наказание, скажем, социальное наказание возникающего в группе таких людей, которые обманывают наши доверия. Еще раз я закончу тем же, с чего я начал. Наша нервная система, вероятно, развивалась в результате такого эволюционного давления нашего социального окружения. Размер нашей коры головного мозга, нашего мозга коррелирует с объемом социальных контактов в наших группах. То есть нервная система в каком-то смысле создана в рамках под давлением нашего социального окружения, отражает наше социальное окружение. Поэтому многие факторы нашего взаимодействия, они, конечно же, особенно те, которые… те аспекты нашего поведения, которые связаны с социальным взаимодействием, будь то игра на бирже, некие переговоры менеджеров, поиск консенсуса, инвестирование денег, продажа неких маркетологов или агентов по продажам тех или иных товаров, они связаны именно с социальным влиянием, неким социальным взаимодействием, и они, вероятно, базируются на неких социальных нейронных сетях, точнее, нейронных сетях нашего мозга, отвечающих за социальные взаимодействия. Могут быть поняты, исходя из дизайна нашего мозга. На этом я, наверное, закончил сегодняшнюю лекцию. Мы перейдем с вами к некой во многом новой, в каком-то смысле провокационной методологии нейромаркетинга. Делаем небольшой перерыв. И после этого… Одну секунду, да? После этого мы поговорим с вами о возможности использования наших знаний, например, в маркетинге, как мы можем модулировать наше решение потребителей с помощью знаний о нейроэкономике. Еще раз напомню, что завтра мы с вами поговорим о очень интересной проблеме экономики животных. И еще раз мы ждем от вас завтра с утра ответы на вопросы к сегодняшней лекции. Я еще раз помещу их на экран. Я думаю, что… Давайте я отделю пару минут на ответы возможных вопросов. У вас есть вопросы? У меня вопрос по поводу билемы закрученных. У всех тех, кто играли, да? В какой процент, когда они играли один раз, не много раз, в какой процент людей активировали? Насколько я знаю, дело в том, что, конечно, не психолог, насколько я знаю, да, копируют больше, чем предсказывается математика. В этом парадокс, да? В этом парадокс. Да, в этом, как рыбы, это приятно, это приятно, но с математической точки зрения вы играете один раз человеком, никогда его больше не увидите, вы должны его обмануть. Человек так себя не ведет, это, вероятно, объясняется долгой традицией кооперации, которая возникает именно из-за того, что если вы не кооперируете, вы наказываетесь. Да, ну, это очень долгая история, которую мы можем обсуждать в течение отдельной лекции. Да, последний вопрос, мы делаем перерыв. Нет. 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 То есть, если я вас правильно понял, тут можно возникнуть противоречие из-за того, что область, отвечающая за то, что нам хорошо, вдруг активируется, когда другим плохо. Из этого, может быть, есть два ответа. Во-первых, эмуляция или симуляция поведения другого. Возможно, не вовлекает все абсолютно области, которые отвечают за переживания эмоциональные. Возможно, об этом вовлечена именно инсулярная кора. Что важно здесь, мужчины, которые как раз используют, испытывают наименьший симпатический такой ответ в мозге, они демонстрируют активацию этого нуклеосокоменства, этого удовольствия. Это люди, которые на поведенческом уровне не сопереживают. Те, кто их нарушает, наше доверие, мы не сопереживаем им. И как раз у мужчин возникает этот ответ нуклеосокоменства. Как раз, может быть, противоречия здесь нет. Если бы мужчины сопереживали, в то же время нуклеосокоменств был бы активирован, то если бы мы сопереживали, нуклеосокоменств не был бы активирован, это может быть одно. Но когда мы не сопереживаем и мы радуемся тому, что эти люди наказаны, возможно, здесь внутреннего противоречия нет. Я согласен, что всегда мы можем найти какие-то внутренние неполадки. Я хотел подчеркнуть здесь возможный механизм понимания другого через имитацию. Это огромное сейчас направление, очень интересное направление исследование с помощью мира универсу. И последний, самый последний вопрос. Я хотел бы спросить, вы знаете, какие исследования, когда наказывались бы другие люди, не причастны к вам? Вот последние. Совсем другие посторонние люди. Если бы вот человека обманули, и по нему это наказывалось бы у них на кого-то другого. Но есть исследования вообще достаточно мощные. Это то, что... Да, есть подобные исследования. Это тоже самое дилемма заключенных. Так называемое third party punishment. Это когда вы видите, что человек обманул других, а вы имеете возможность наказать его. Да, есть такие нейроэкономические исследования. Можете почитать. Есть замечательная группа в Тшурихе, которая именно этим занимается. Она изучает возникновение групповых норм. То, что вдруг в группе вы начинаете наказывать и других людей, нарушающих нормы. Это не касается лично вас. Вы начинаете наказывать их сами, да? И ваша реакция на их страдания зависит от того, как они себя вели. Это очень интересно. Эрнст Ферхли, если вы поищите, очень интересно.